Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 1 марта, и я предлагаю рассмотреть валютные пары евро, доллар, фунт-доллар и доллар-иена. В прошлом обзоре мы предполагали, что рост пары доллар-иена может стать предвестником будущего разворота в паре с евро и фунтом. Собственно, к сегодняшнему дню это предположение получило свое подтверждение. Итак, давайте посмотрим подробнее. Ну и вот евро начал снижаться, однако перед этим несколько вырос, обновив свой локальный максимум, отметившись на уровне 1.2241, что выше, чем было предполагаемое сопротивление на 1.2137. После его пробоя цена также ушла выше разворотного уровня на 1.2174, и только после этого пара начало снижение, вернувшись под ключевые уровни, которые перед этим, однако, были нарушены. Целевая область пока не достигнута, так что она остается под прицелом. Очевидно, масштабы коррекции были определены неверно, так как состоялось их нарушение, тем не менее, последующий стремительный возврат под них оставляет прежний сценарий с началом коррекционного движения в силе. Вероятно, данный импульс развивается в настоящий момент. Ну и вот, что касается актуального графика, здесь сейчас пара уже сформировала нисходящий паттерн, который можно расценить как импульсный. Подтверждением данного факта может стать способность цены закрепиться в текущей области с возможным ретестом уровня сопротивления на 1.2101, который, очевидно, может и не состояться, судя по пробою уровня 1.2058. Но вот последующий отбой из этой зоны, либо пробой уже окончательно этой поддержки, может способствовать формированию нисходящего импульса в область между 1.1998 и 1.1957. В свою очередь, отмена текущего сценария состоится при пробое и росте выше разворотного уровня на 1.2137, который является крайней точкой при определении этого разворота. И вот британский фунт также продолжил рост после последнего обзора. Вопреки ожиданиям скорого разворота, пара не удержалась под сопротивлением на 1.4019, и после его пробития и выхода выше разворотного уровня на 1.4075, резко прошла вплоть до 1.4243, и только после этого начала снижаться, вернувшись под ключевые уровни в последующем. Однако к сегодняшнему дню целевая область пока не отработана. Здесь надо сказать, что характер состоявшегося снижения свидетельствует о начале первой волны коррекционного снижения, который начал получать свое подтверждение, так что вероятно можно ожидать продолжения начавшегося движения в рамках еще одного импульса, поэтому предыдущий сценарий на снижение все еще остается в силе. И вот на актуальном графике подтверждением текущего сценария может стать закрепление цены в текущей области с ретестом поддержки на 1.4019, который по-прежнему играет роль сопротивления. В случае последующего уверенного отбоя от нее, продавцы дадут старт новой волны нисходящего движения с ближайшей целью в области между 1.3785 и 1.3738. Отмена текущего сценария состоится при росте и закреплении выше разворотного уровня на 1.4075. Ну и наконец рост в паре с японской иеной продолжился и к сегодняшнему дню практически достиг нижней границы целевой области, которую можно в принципе считать уже отработанной. Тем не менее полностью успешно реализованным сценарий считать нельзя, поскольку пара, начав в данном случае локальную коррекцию, прошла несколько дальше, чем предполагалось. Цена нарушила ключевые уровни, пройдя до отметки 105.06 и только после этого развернулась к росту, при этом нарушив ключевые уровни. Очевидно, глубина коррекции здесь была определена неверно, хотя в целом прогноз можно в принципе считать успешно выполненным, так как впоследствии рост все же состоялся. С учетом этого ориентированного сходящее движение к новым максимумам по-прежнему остается в силе. Ну и наконец на актуальном графике сейчас пара торгуется около уровня 106.70, который может оказать некоторое сопротивление, не давая продвигаться цене выше, так как цена консолидируется в данном случае под ним. Пробой происходит не так активно, как это хотелось бы, что может привести к последующей коррекции, пределы которой могут лежать между уровнями 106.40 с вероятностью прохода до уровня 105.99, что является как раз ключевой зоной для последующей коррекции и отмоя от нее. Здесь ожидается основная зона поддержки, в случае ретеста и отбоя из этой зоны есть шансы для развития нового восходящего импульса, который нацелится на новый локальный максимум в области от 107.34 до 107.50. Отмена текущего сценария состоится при пробое и закреплении пары ниже разворотного уровня на 105.99. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев, и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.